Добрый день, глупо уважаемые коллеги, глупо уважаемые члены Президиума. Давайте вспомним о воспалительных заболеваниях кишечника, которые являются хроническими инвалидизирующими заболеваниями, протекающими как с развитием кишечных, так и вне кишечных симптом и характеризующимися развитием деструктивного воспаления в слизистой оболочке кишечника. Воспалительными заболеваниями кишечника достаточно высока, но выше всего все-таки лидирует в СК в странах Европы. Пик заболеваемости приходится на 20-40 лет. Ранее считалось, что существует два пика, однако сейчас выделяется все же более раннее начало воспалительных заболеваний кишечника, что связывает с особенностями течения и, возможно, лучшей диагностикой заболевания. Если говорить о болезни крона, то это хроническое заболевание, которое прогрессирует. Изменить течение болезни мы можем, но мы можем это сделать только если мы вовремя поставили диагноз. К сожалению, диагностика болезни крона происходит в поздней стати, когда у больных диагностируется уже осложнение заболеваний, и нам необходимо даже прибегать к помощи хирургов. Поэтому если нам удается попасть в так называемое окно возможностей и назначить правильную терапию своевременно, то течение болезни может быть достаточно благоприятным. Если говорить о язвенном количестве, заболевания также прогрессирующие, и риск колоктомии у 10% пациентов возрастает даже через 10 лет от установки диагноза. Все равно кому-то из пациентов придется делать оперативное вмешательство. То есть целями лечения воспалительных заболеваний кишечника у нас врачи является индукция ремиссии, причем ремиссии бестероидные. Мы стремимся добиться ремиссии без назначения гормональных препаратов, профилактировать осложнения, что поможет нам сократить как частоту госпитализации у пациентов, так и колоктомии, и, соответственно, улучшит качество жизни пациентов. К кишечным осложнениям язвенного колита относятся кишечное кровотечение, токсическая дилатация, перфорация кишки и рак толстой кишки, или высокий риск его возникновения. Это считается одним из осложнений язвенного колита. По данным одной из работ, были получены такие результаты о том, что 25% пациентов рано или поздно подвергаются колоктомии в связи с тем, что терапия консервативная неэффективна. Появляются побочные эффекты длительной терапии, возможно, острые осложнения язвенного колита даже на фоне существующей терапии, и малигнизации. И 10% всех малигнизаций, всех колоктомий, извините, проводится именно по приличине малигнизации, либо превентивно при выявлении дисплазии в высокой степени. Колоректальный рак – это рак, который занимает второе место по смертности и по частоте третья у мужчин после рака легких и предстательной железы, и у женщин после рака легких и молочной железы. То есть это рак, с которым мы встречаемся очень часто. Как следует проводить скрининг колоректального рака? Мы должны обязательно подробно собирать анамнез, и с учетом всех потенциальных факторов риска, которые могут привести к развитию заболевания, мы выделяем те факторы риска, которые модифицируются, и те, которые невозможно модифицировать, то есть те, на которые мы не можем повлиять. К модифицируемым факторам риска развития колоректального рака относятся образ пищевой рацион пациента, то, что он ест. И мы знаем о том, что западный пищевой рацион характеризуется избыточным количеством калорий, высоким потреблением животных жиров, легких углеводов и недостаточным потреблением крупно-волокнистой клетчатки. Это все является также фактором риска развития колоректального рака. Для употребления алкоголем, курения и ожирения. Если говорить о тех факторах риска, которые невозможно модифицировать, изменить, к ним как раз относятся воспалительные заболевания кишечника, помимо семейного анамза, наследственных синдромов, то есть ВЗК где-то занимают около 1-2% среди всех факторов риска. Язвенный колит, при этом заболевание в 7-8 раз чаще, чем в общей популяции, возможно, больше риск развития рака кишечника при болезни крона в 3-4 раза, но если говорить о лимфоме, то чаще. При этом рак, который возникает именно на фоне ВЗК, характеризуется злокачественным ростом, ранним метастазированием. Это чаще наблюдается даже низкодифференцированной формы рака. Какие есть рекомендации по стрингу, которые представлены в рекомендациях Российской гастроэнтерологической ассоциации и ассоциации по изучению ВЗК? Мы знаем о том, что длительность анамнезоязанного колита важна, потому что чем дольше пациент болеет, тем выше риск развития рака кишечника. Если заболевание начиналось в детском возрасте и подростковом, хотя считается сейчас этот фактор не является таким значимым, потому что тут просто играет роль длительность анамнеза. Протяженность поражения кишки. Если это распространенный тотальный колит, то риск развития колоректального рака выше, чем нежели это просто ясный колит в форме проктита. При таких формах заболевания риск сравним в среднем с популяцией, то есть тут нет повышения риска. Наличие вне кишечных проявлений, а именно первичного склерозирующего холонгита, как и такое проявление печеночное заболевание кишечника, также повышает риск развития колоректального рака. Это нужно обязательно помнить. Семейный анамнез колоректального рака и тяжелые обострения ясного колита в анамнез. То есть когда у пациента заболевания не контролируются, это длительное персистирующее воспаление, которое приводит к образованию воспалительных псевдополипов и тяжелые атаки, частые, все это является результатом неэффективной терапии и, конечно, приводит к повышению риска колоректального рака. В одной из работ было показано, что действительно, чем дольше течет заболевание, тем выше риск развития рака кишечника. И в датской и в шведской когорте больных также было показано, что колоктомия у больных возрастает, учащается при тотальном поражении кишки, при наблюдении до 5 лет, а через 30 лет, также при тотальном поражении кишечника, риск колоректального рака также выше. Скрининг включает в себя сбор актуального семейного и личного персонального анамнеза пациента, подробный сбор анамнеза, анализ результатов лабораторных анализов, то есть такой постоянный мониторинг пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. Это оценка имеющихся симптомов и, естественно, проведение повторных эндоскопических исследований кишечника, а также учет принимаемых препаратов. Какие факторы, вот согласно рекомендациям Российской гастронатологической ассоциации и рекомендациям по лечению язвенного колита, болезни крона, которые мы пользуемся при лечении больных, относятся к факторам риска развития колита, и можно даже посчитать рака, извините, и можно даже посчитать по баллам. Это если это тотальное поражение кишечника, если сохраняется воспаление, по данным эндоскопического исследования, если у пациента в анамнезе в семье у кого-то есть колоректальный рак, если есть воспалительные псевдополипы. То есть такой тотальный псевдополипоз часто встречается у пациентов, и такие пациенты с ВЗК и с псевдополипами должны обязательно регулярно обследоваться на предмет наличия рака кишечника. Таким образом, если мы набираем более 3-4 баллов, то пациент попадает в группу высокого риска, и таким пациентам, конечно, колоноскопия должна проводиться обязательно раз в год, и контрольная колоноскопия должна проводиться в условиях желательной ремиссии заболевания, потому что наличие активного воспаления ухудшит и затруднит диагностику, и ухудшит выявление дисплазии. Давайте подробнее поговорим о том, как все-таки следует проводить эндоскопическое исследование. В рекомендациях указано о том, что необходимо проводить биопсию слизистой оболочки по 4 фрагмента из каждой 10 см ободочной и прямой кишки. Обязательно биопсия при всех подозрительных образованиях, и если эндоскопист имеет надлежащую квалификацию, и есть эндоскоп с высоким разрешением, то необходимо проводить хромоэндоскопию с прицельной биопсией всех участков, которые подозрительны на неоплазию. Если выявляется дисплазия в высокой степени, и эта дисплазия обнаруживается вне измененной слизистой оболочки, то есть не в приподнятых образованиях, то это является абсолютным показанием колоктомии, но обязательно это наличие дисплазии должно быть подтверждено еще одним независимым пататоморфологом. Если есть дисплазия легкой степени, вне измененной слизистой оболочки, то есть не в приподнятых образованиях, то решение принимается индивидуально, и возможно даже выбрать такую тактику, как просто наблюдение с сокращением интервала эндоскопического исследования до года между исследованиями. Если в проксимальной зоне поражения выявляется дноматозный полип, то может быть выполнена просто стандартная полипэктомия с последующим рутинным наблюдением. Если же полип с дисплазией в участке толстой кишки, и дисплазия это не выходит за пределы полипа, то также может быть просто проведена полипэктомия. Таким образом мы выделяем пациентов группы риска, стратифицируем их в зависимости от того, какое поражение кишечника, какие семейные факторы риска, и решаем, как часто проводить эндоскопические исследования кишечника в стадии обострения или ремиссии с биопсиями. А морфологические характеристики злокачественных опухолей при ясном колите это чаще всего аденокарцином, он также встречается и слизистый рак, плоскоклеточный рак, и лимфомы. О локализации все-таки чаще это поражение левых отделов кишечника, сигмовидная кишка, но также встречается опухоль кишки и в слепой кишке, и в восходящем, и в поперечном. То есть, в принципе, это должен быть абсолютно грамотный, полный осмотр кишечника, с осмотром также и подвздошной кишки у больных с воспитательными заболеваниями кишечника. Положение Европейской Ассоциации по лечению болезни кроноязвенного колита также рекомендует нам при длительном течении язвенного колита более внимательно относиться к пациентам, потому что у них также повышается риск рака кишечника, о чем мы уже говорили, в сравнении с общей популяцией. При тотальном поражении распространенном колите риск более высок, чем при проктите. Проктите вообще риск не повышен в сравнении с популяцией. И наиболее высокий риск, если у больных заболеваний началось рано в детском возрасте, то есть вообще до даже 20 лет, и если язвенный колитец ассоциирован с первичным склерозирующим холонгитом. Также риск уколоректального рака, согласно положениям МЭКа, способствует длительное неконтролируемое персисирующее воспаление, отсутствие ремиссии заболевания и наличие колоректального рака в семейном анамнезе. Нам предлагают проводить колоноскопию скрининговую больным через 80 лет от начала постановки диагноза. При распространенном тотальном колите следует проводить диагностику эндоскопическую 1 раз в 2 года. В принципе, все эти положения согласуются с рекомендациями, которые есть и в наших российских рекомендациях, что это касается также и первичного склерозирующего холонгита и локализации поражения. Есть исследование, которое было проведено в Нидерландах, в котором все-таки получены были немножко другие данные. И было доказано, что если мы будем проводить все эти исследования согласно именно рекомендациям, то есть формальным рекомендациям, которые мы имеем, мы можем, к сожалению, опаздывать, потому что по данным их исследований у 22% пациентов, которым раньше необходимого времени были проведены эти скрининговые исследования, был выявлен рак кишечника. Задачей на ближайшее будущее является повышение стандартов качества диагностики и скрининга рака кишечника на всех этапах, потому что скрининг состоит из нескольких этапов. И сбор анамнеза относится к одному из важных этапов, который, к сожалению, пропускается. И необходимо, конечно, это всегда учитывать. Требуется развивать и внедрять методы, которые будут иметь высокую диагностическую ценность. Помните о том, что, несмотря на такой вот порог, 45-50 лет, когда мы должны отследовать пациентов, если мы говорим о больных с ВЗК, то это могут быть и ранние раки. И необходимо, в общем, если даже забыть о том, что это больной с ВЗК, а просто пациент, при любой кишечной симптоматике, обязательно реагировать и проводить эндоскопическое исследование кишечника. Как мы можем профилактировать это состояние? Мы лечим пациентов базовыми препаратами. Начинаем с препаратов первой линии. Это препараты 5 именно салициловой кислоты. И эти препараты являются также методами химиопрофилактики неоплази при ВЗК. Также к таким препаратам относятся ушедозоксихолевая кислота и короткоцепочные жирные кислоты. Если говорить о химиопрофилактике именно препаратами месолазина, то ЭКО также нам рекомендует проводить обязательно эту терапию, потому что это уменьшает заболеваемость колоректальным раком. Это доказано у больных язвенным колитом. И целесообразность ее проведения следует рассматривать у всех больных. Ну, конечно, это препараты первой линии. Все пациенты с легким или средне-тяжелым течением язвенных колитов начинают лечение с этих препаратов, препаратов месолазина. Было проведено исследование, в котором были доказаны эффективность именно препаратов месолазина в профилактике колоректального рака у больных с язвенным колитом. Согласно третьему европейскому консенсусу, альтернативой обычной формы месолазина является препарат месолазин ММХ, Мезован, который показал свою высокую эффективность и превосходит другие препараты, опять именно сольциловая кислота, именно при необходимости контролировать дистальные формы язвенного колита. Этот препарат обеспечивает хорошее распределение вещества по всей протяженности кишечника, хорошую адгезию к вещественной оболочке, достаточно удобно его принимать. В работах было показано, что в реальной клинической практике высокая приверженность пациентов отмечена, и они говорят о том, что им удобно пить этот препарат, потому что препарат можно принимать один раз в день, не обязательно дробить его на несколько приемов, и среди, если сравнивать с другими препаратами, то эффективность достаточно высока. А стойкая клинико-эндоскопическая ремиссия, тот показатель, к которому мы стремимся при лечении больных воспалительными заболеваниями кишечника, именно ремиссия бестероидного, и по данной работе было показано, что у 9 из 10 пациентов эта ремиссия сохранялась в течение года, то есть не было рецидивов, и больным не приходилось принимать стероиды, не приходилось госпитализироваться в стационар, и это, конечно, влияло на их качество жизни. Еще одним из препаратов, который является профилактическим в плане колорктального рака, являются препараты урсодезоксихолевые кислоты, особенно, конечно, больным с первичным склерозирующим холонгитом следует назначать эти препараты, и короткоцепочные жирные кислоты, которые обладают антиканцерогенным действием, предотвращают также обухолевую дегенерацию колоноцитов, и защищают эпители от канцерогенов. Спасибо большое! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!